Ну а в минувшие выходные, несмотря на холод и даже первый снег, в одну большую спортивную площадку превратился Цивильск. Так в городе отметили День здоровья. Подробнее в сюжете. Глядя на то, что происходило на улицах Цивильска, было сложно поверить, что это холодное осеннее утро субботы. Сложилось впечатление, что все горожане одели спортивную форму и вышли размяться. Зарядку делали у школ, больниц и разных организаций. Погода нормальная, очень хорошая. А что делать, чтобы не мерзнуть? Не мерзнуть. Тренировка. Зарядка. А тренировка дома, зарядку делаете? Да, с утра обязательно. Перед работой обязательная зарядка. На работе 10 часов. Улицы, где в этот день занимались спортом, объявили свободными от транспорта. Без всяких исключений. Так что Михаил Игнатьев и другие сотрудники органов власти пересели на двухколесные средства передвижения. Зарядки и флешмобы велосипедной делегации встречались на всем пути до пункта назначения. Стадион имени Олимпиады Ивановой. По этому покрытию еще не ступали кроссовки спортсменов. Открытие стадиона также приурочили ко Дню здоровья. 400 метров беговой дорожки в 4 полосы. 500 посадочных мест на трибуне и футбольное поле с искусственным покрытием. Цена удовольствия почти 42 миллиона рублей. Средства выделили из муниципального бюджета. И хочу пожелать всем здоровья, чтобы молодежь наша была амбициозная, целеустремленная. И чтобы каждый из вас стремился одеть подобный олимпийский костюм. Стоять на олимпийском пьедестале. Чтобы в вашу честь звучал гимн в России. Поднимался флаг России. И весь олимпийский стадион стоял на ногах и чествовал вас. Одними из первых опробовали стадион участники фестиваля по спортивной аэробике. С командой Чуваши соревновались гости из Татарстана и Нижегородской области. Мы занимаемся пять лет. И каждый день по сколько? Каждый день по три-четыре часа. У нас команда дружная. Мы работаем вместе и сообща. Но затем покрытие дорожек для бега смогли опробовать все желающие. С нового стадиона спортивный праздник плавно перешел в спортивный комплекс. Его построили еще в 2010 году. 4 октября там прошли финальные поединки всероссийского турнира по боксу. Имени ветерана войны, труда и спорта Михаила Краснова. Глава республики с журналистами, которые часто видят его в спортивной форме, поделился. Любит разные виды спорта. И какой-то один выделить не может. Что я могу, то и делаю. Я чередую волейбол, футбол, баскетбол, велосипед, лыжи. Потому что один вид спорта, он надоедает. Когда их чередуешь, по-другому смотришь, по-другому мышцы развиваются. И с этой точки зрения я стараюсь, и члены семьи моей стараются виды спорта менять. Праздник получился хороший, отметил Михаил Игнатьев. Побольше движений это как раз то, что не хватает не только чиновникам, но и большинству современных людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова